Сложение и вычитание алгебраических дробей Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями выполняется по тем же правилам, что и сложение и вычитание обыкновенных дробей. То есть складываются числители, либо выполняется вычитание. Если же знаменатели разные, надо найти общий знаменатель алгебраических дробей, затем привести дроби к общему знаменателю, после этого выполнить сложение либо вычитание, а затем, если возможно, результат упростить. Давайте рассмотрим на примере. Так, первая дробь – знаменатель х квадрат минус х. х можно вынести за скобки, в скобках будет х минус 1. А здесь формула разность квадратов. х минус 1 умножить на х плюс 1. Значит, общий знаменатель будет х умножить на х минус 1 на х плюс 1. Дополнительный множитель у первой дроби – х плюс 1. Дополнительный множитель у второй дроби – х. Подписываем дополнительные множители. Теперь надо домножить числитель на дополнительный множитель. Первая дробь принимает вид х плюс 1. Вторая дробь – 3х. И надо выполнить сложение числителей. Получится 4х плюс 1. А общий знаменатель – х умножить на х квадрат минус 1. Либо х минус 1 умножить на х плюс 1, если разложить на множители по формуле разность квадратов. Первая задача. Выполните действие. Рассматривая знаменатели алгебраических дробей, легко заметить формулу сокращенного умножения квадрат разности. То есть знаменатель первой дроби – х минус 5 в квадрате. А знаменатель второй дроби – это формула разность квадратов. х минус 5 умножить на х плюс 5. Если по формуле разложить на множители, это будет х минус 5 умножить на х плюс 5. Дополнительный множитель у первой дроби будет х плюс 5. потому что такого множителя нет в знаменателе первой дроби. Значит, здесь будет дополнительный множитель х плюс 5, а у второй дроби дополнительный множитель х минус 5. Так, теперь осталось домножить на дополнительные множители. Числители можно записать будет под единой дробной чертой. Внизу общий знаменатель х минус 5 в квадрате умножить на х плюс 5. Так, а затем выполнить действие сложения х плюс 5 прибавить х минус 5. Значит, плюс 5 минус 5 в сумме получится 0. Значит, числитель будет 2х, а общий знаменатель х минус 5 в квадрате умножить на х плюс 5. Вот таков ответ в первом задании на х плюс 5. Выполнили сложение алгебраических дробей. Так, вторая задача. Выполните действие. Надо привести дроби к общему знаменателю. Формула разность квадратов. А квадрат минус 4. 4 – это 2 в квадрате. Дополнительный множитель у первой дроби – а минус 2. У второй дроби дополнительный множитель будет а плюс 2. И перед второй дробью мы поставим знак плюс, а не минус. И за счет этого знаменатель будет а минус 2. То есть поменяем знак у знаменателя. И за счет этого вместо минуса будет плюс перед дробью. Так, здесь дополнительный множитель 1. Так, теперь осталось выполнить действие. 3 умножить на а минус 2 – это будет 3а минус 6. Так, теперь перед второй дробью стоит плюс. Домножаем на дополнительный множитель. Получается 2а плюс 4. 2а плюс 4. И осталось еще отнять 10. Так, это таков числитель. А знаменатель, общий знаменатель. А квадрат минус 4. А квадрат минус 4. Так, теперь осталось упростить числитель. 3а плюс 2а – это будет 5а. 5а. Минус 6 плюс 4 минус 10. Это будет минус 12. Так, числитель 5а минус 12, а знаменатель а квадрат минус 4. 4а квадрат минус 4. Так, третья задача. Решите уравнение. Решая это уравнение, надо воспользоваться формулой разность кубов. Вот здесь разложить на множители по формуле разность кубов. Вот это будет первый множитель, это второй множитель. Так, затем общий множитель х минус 4 надо вынести за скобки. Вот после вынесения х минус 4 за скобки от первого слагаемого остается х квадрат плюс 4х плюс 16, от второго минус 4х. Вот эти слагаемые в сумме дают 0, они взаимно уничтожаются. х квадрат плюс 16. Вот этот множитель не принимает значение 0 ни при каких действительных значениях х. Значит, это уравнение имеет единственный корень. Вот то значение, при котором этот первый множитель обращается в 0. х равен 4. Это корень уравнения. Субтитры создавал DimaTorzok